Добрый день! С вами Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на канале Татя Гео. Сегодня покажу вам очень красивую обрезку, подстрижку туи. Вот здесь. Начнем с первого. С первой туи. Она такая плотненькая. Посмотрите, как красиво смотрится, особенно издалека. Раньше была такая детская игра. Она называлась пирамидкой. Вот там вот так складывали. Очень похоже на как раз таки вот эту детскую игру. В несколько слоев сделана из туи. Очень красиво, оригинально. И посмотрите, она достаточно очень хорошего качества. Стрижка пышная, густая. Ее формировали много лет. Начинается формирование с маленького возраста. С маленького. Совсем, когда там 2-3 годика вашей туи. Она уже подокрепла и какую-то форму уже приобрела. Тогда можно начинать. Стрижка начинается снизу. Подстрижка. Формируется сначала вот первый такой. Первый круг. Затем оголяется ствол. Следующий оголяется ствол и так далее. Наверху видите какое красивое завершение. И наверху в виде такой красивой тоже пирамидки гладкой. То есть выше она даже если пойдет, она будет все равно придерживаться данной формы. Веточки сами очень мягкие, хорошие, густые, хорошо стригутся. Но, как вы знаете, возможно, туя внутри, в середине, она не имеет никакой зелени. Никаких. Там вот только сухие такие достаточно веточки. Покажу вам поближе. Ну, издалека это совсем не видно, никак не портит вид. Но вот такое вот. Вот видите здесь? Центр. Затем идет вот это вот немножко такое сухое место. Это не выгоревшая, а именно это сама туя. Она растет от ствола. У нее такие ветки, а на концах вот они зелененькие, ближе к кончикам. Сами вот лапки у туи зеленые именно к кончикам становятся. И когда формируют, подстригают, подстригают, потихоньку вот это вот место начинает густым становиться, с каждой подстрижкой, и более таким красивым. Пойдемте посмотрим следующую. Следующая тоже выполнена в форме пирамидки. И тоже такая же пышненькая, красивая. Здесь для них самое удобное, самое хорошее выбрано место. Не очень жарко, то есть они не выгорают на солнце, что очень часто у туи встречается такая проблема. Красиво, красиво ты ее формируешь, а она и выгорела. Здесь как раз-таки нашли очень хорошее место для туи. Около забора, но это получается внешняя сторона. Вот на этом экземпляре здесь, кстати, внутри, посмотрите, более зеленое. Здесь меньше солнца попадает вовнутрь. Больше зелени становится. Вот видите, прямо вот вовнутрь. Залезу сюда. Виден ствол, зелень и здесь сверху, и вот здесь на самих кругах есть уже такая хорошая зелень. Эти туи все были посажены в одно и то же время, но, как вы видите, четыре прижились и одного размера, одной высоты практически, а одна не прижилась. Что-то ей не понравилось, и пришлось ее заменить. Вот это вот посадили на пустое место. Старую убрали, которая погибла, к сожалению. Посадили новую. Ей вот третий год, два-три года вот этой туи. Сейчас, в данный момент, она набирает массу. Ее не трогаем, оставляем такая, какая она есть. И, в принципе, по весне, по следующей весне, можно будет начинать формирование. Уже просматриваются. Вполне красивая спиралька из нее получится. Спираль, вот как сзади, возможно, видите. Вырезать, опять-таки, сформировать снизу, подстричь, освободить ствол. Сейчас вот это вот все зеленое там внутри. Формировать либо пирамидку, либо спираль. Туи, конечно, важен полив. И очень хорошо, когда он вечерний. Пойдемте посмотрим на спираль. Видите, формирование. Начинаем снизу и, видите, да, поднимаемся все как по спирали. Для укрепления Туи очень хорошо, если пока она маленькая, вы поставите при посадке, поставите металлический какой-то штырь, для того, чтобы впоследствии она лучше держалась в земле. Этой весной у нас были сильные ветра очень. И на одном объекте даже двухметровая, два с половиной, почти три метра Туя ее вывернула вот так вот от ветра с корнем. Ну, это редкие, конечно, случаи, но лучше всегда обезопасить и себя, и свое любимое дерево. Пока оно еще маленькое. Желаю вам красивых Туи на ваших участках. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами была Георгиевская Татьяна. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok